Старейшине Якову Эльнерову в воскресенье исполнилось 98 лет. Поздравляем! Старование всех благ, и я думаю, что до 120, а там будет видно. Сегодня я хочу вам рассказать о своем любимом певце. Певце, ну, любимый не только мной, это легендарная личность, которая, в общем-то, считается не только королем для народа, но, пожалуй, лучшим певцом всех времен и народов. Можно так кратко характеризовать этого выдающегося певца, это явление. Я пользовался при подготовке этого доклада разным, я читал очень много, но больше всего сейчас я использовал шесть книг, которые представлены в хронологическом порядке. Я кратко их прокомментирую, то есть дальнейшие детали будут ясны из доклада. Первая хронологически вышла книга о жены Энрика, американской жены Дороти Каруза, которая первый раз вышла в 28-м году, Каруза умер в 21-м. Она была его женой менее трех лет, поэтому эта книга, хотя стала бестселлером, она относительно мало сведений дает настоящих о подлинной биографии певца. Ну, в частности, она там опубликовала его письма, которые занимают примерно половину книги, любопытные, наполненные любви к ней. Но надо сказать, что Энрика учился в детстве в школе один год, и он по-итальянски писал с огромным количеством ошибок, а на английском говорить не приходится. То есть она приукрасила эти письма, и о ней будет отдельная речь. А вот вторая книга Энрика Каруза, вот эта, написана его младшим сыном, Энрика младшим, которому было 15 лет, когда умер отец. 15? Нет, 17. Он четвертого года. Это более фундаментальный труд. Ему помог Эндрю Фаркаш, известный журналист, биограф. И труд получился очень солидным, интересным, и там значительно больше рассказано о биографии Каруза. Третья книга 1957 года, ну, представляет интерес особенный, это «Жизнь Каруза в фотографиях». Он любил много фотографироваться, и вот эта книга дает просто приятную такую картину, с легкими комментариями фотографического наследия Каруза. А следующие три книги будут на русском языке. Значит, первая книга 1995 года, «Великий Каруза», посвящается 100-летию сначала его творческой деятельности, которая имела место в 1895 году. Эта книга вышла в 1995 году. Надо сказать, что качество этой книги очень посредственное. Ну, достаточно привести такой пример, что там оказывается, что в Миланском музее Каруза находилось 494 из 498 записей его. Что совершенно чушь, потому что по подробным настоящим каталогам их было 266, или, в крайней мере, 267, и 25 из них он запретил в печати. Дело в том, что записи-то проводились, никаких возможностей тогда кусками делать, подправлять не было. То есть произведение записывалось от начала и до конца насквозь, а потом принималось решение, как это делать. Ну, техника была примитивная, агрофонная труба, следяная мембрана. Это дело записывалось иглой на восковой диск, потом гальваническим способом делалось медная матрица, из которой уже печатались на пластмассе, причем вначале на очень тяжелой, это были односторонние пластинки, очень увесистые, а дореволюционные у меня было несколько таких тяжелых. Ну и звукосниматель гармофона был 350 грамм, поэтому, когда я играл эти пластинки на современной радиоле с легким звукоснимателем, это уже было не то, было больше шипа и так далее. Кроме того, ну такая, казалось бы, мелочь, но женщина, которой Каруза жила, которая, в общем, ну, занимала, я об этом скажу, пожалуй, главное значение его жизни, она родила двух сыновей, но она никогда не была его женой, потому что Виталий, она была самужем, а Виталия католики разводы не любили. Вот эта книга Андриха Каруза «На сцене жизни» – это сборник переводов. В первой части была книга Дороти, вторая часть была биография, ну, Каруза, написанная его секретарем в последних лет, и третья часть, наиболее, пожалуй, интересная – это дискография Каруза с комментариями. Комментарии были интересные, но тоже не всегда, я считаю, справедливые. Например, авторам этой книги не нравились, почему-то не нравились неаполитанские песни. И они делали комментарии, типа, вот вместо, если бы он вместо этой неаполитанской песни записал какую-то хорошую ларию, было бы лучше. Кроме того, ну, все-таки для такого издания, мне кажется, тоже не солидно, они не учитывали того факта, что Каруза транспонировал некоторые произведения на полтона ниже, чтобы вместо верхнего до было си, которое у него было уверенное, а с верхним до он не дружил. Эти ребята, в общем, этого факта не заметили, что, ну, мне несколько коробило. Ну, и вот, наконец, это была, я считаю, находка для себя. Алексей Булыгин, профессор из Питера, написал эту книгу в серии «Жозеал» в 2010 году. И вот из всего того, что было написано о нем, эта книга произвела на меня наибольшее впечатление, потому что там он был представлен без прикрас, без шороха легенд, мифов, которые создавались вокруг него. И некоторые вещи, ну, просто было понятно по-человечески, почему автор пишет это таким образом. Надо сказать, что Корузо родился 25 февраля 1873 года в Неаполе, и он был первым из выживших семи детей, из семерых выжило трое. Он, брат Джованни, 76-го года, сестра Асунта, 81-го года рождения. Какие только легенды вокруг этого факта, его рождения не рождались. Я в 65-м году купил книгу некого Тимохина «Водающиеся певцы Италии». И там было написано, что Корузо был 18-м ребенком в семье, 17 предыдущих умерли в раннем возрасте. Но это не предел, оказывается, были еще цифры 21-24. Ну что, конечно, что понравилось в первую очередь мне у Булыгина. Булыгин описал, почему была такая детская смертность в Неаполе. Антисанитария ужасная, ужасная антисанитария. Все стоки сливались прямо в Неаполитанский залив. И в таких условиях бедные люди жили на первых этажах зданий без всяких удобств. И, конечно, это приводило к таким печальным последствиям смертности, детской болезни. Ну, в общем, Неаполь того времени не представлял чистое такое место для жизни. Родителями были механик Марчелина Корузо и Анна Балдини. Анна умерла, когда Энрико было 15 лет. До этого времени, уже с 10-летнего возраста, он на заводе под руководством инженера начал работать, срабатывать на хлеб. У него обнаружился красивый альпин. И священник, близлежащий к церкви, выбрал его для занятий, для пения в церковном хоре. Затем, в возрасте 17 лет, когда у него поменялся голос, он начал петь в прибрежных кафе. Ну и, лишь несколько лет спустя, его услышал приятель, Боритон Мессиана, Педуардо Мессиана, и отвел, показал известному в Неаполе в то время педагогу Гульермо Верджина, который начал с ним заниматься. Тут надо еще отметить следующее, что многочисленные легенды говорили о том, что у него сразу был выдающийся голос. Это было совершенно неправдой. Значит, этот Верджина не считал, что он его лучший ученик. Он называл его теноро-эль-бэто, тенор-пятерок, потому что у него был небольшой голос тогда. Но, тем не менее, он начал заниматься, и вот как раз в 1895 году он уже дебютировал как тенор. У него был лирический голос тогда. И карьера стартовала. Первые выступления были в Италии, в Неаполе, во второстепенных театрах, надо сказать. Потом вдруг подвернулись гастроли в Каир, в Египет. После этого он уже приехал с каким-то международным опытом. И, в общем-то, да, я хотел показать его фотографию. Нет, это уже несколько позже. Вот это относится к концу 19 века. Вот так он выглядел уже, когда гастролировал, белый гастролировал больше. Но его слава, известность стартовала с неожиданного обстоятельства. На премьере оперы Умберто Джордана «Федора» на русский сюжет, где тенор поет партию Лориса и Панова. Должен был на премьере петь известный тенор Роберто Стани, который буквально перед премьерой заболел и умер. И в качестве замены спел «Молодой Каруза». Это был 1898 год. И вот с этого момента, считается, началась его слава. То есть до этого он был рядовым певцом, а потом уже пошло дело на ладо. Значит, я хочу сказать, что я буду демонстрировать записи в конце, потому что сложно прерывать рассказ, а потом... Там будут свои комментарии. В всяком случае, вот эта запись, я ее продемонстрирую, где звучит совершенно лирический, такой легкий, полетный голос. Запись 1902 года. Затем последовали серьезные дебюты. Ну, например, в Монте-Карло он пел. Там очень изысканная публика, все очень дорого. И там непросто было выступать. Он там покорил публику. Затем, в 1902 году, в этом же, он с успехом покорил лондонские Ковенкарты. Слава о нем неслась уже по всему миру. Ну и, конечно, он попал в радар Нью-Йоркского метрополитена Пера. В общем-то, был и, наверное, сейчас остается самым оперным театром номер один, скажем так. И вот в 1903 году, 22 ноября, состоялся его дебют в Мэте. В роли герцога Бригалетта. Вот он, герцог Бригалетта. Дебют прошел в среде, скажем так. Но потом, потом публика прониклась к удивительному голосу и исполнительской манере певца. Затем, заметная дата, это 1 февраля 1904 года, состоялась первая сессия звукозаписи Энрика Каруза в Америке в комнате 826 Корнеги Холла. И я тоже покажу одну из записей в этой серии, где мы с вами сможем начать просвеживать динамику развития этого голоса. Из лирического, лирико-драматический, потом полностью драматический голос, который, это развитие было достигнуто невероятным трудом, потому что превратить тенора Эльвента в драматический тенор огромной силы, это было невероятно. Невероятно неизвестен ни один другой певец, который проделал такой путь. Затем последовал расцвет. Тут мнения расходятся насчет периода его расцвета. Вот авторы книги о дискографии считают, что это был 1904-1908 год. А потом, потом в этот восьмой год был очень тяжелым для него. Сейчас, секунду я хочу, я пропустил. Вот это уже потом зрелые годы, где же, ну, тут что-то, ладно. Надо сказать несколько слов о его личной жизни, что он познакомился с сестрами Джакетти. Старшая Ада была уже замужняя, младшая Рина – нет. Ада была его ровесницей 1973 года, Рина была 1980 года. Обе были красавицами и обладали очень хорошими сопрано. Получилось так, что 17-летние, когда они познакомились в Ливорно, младшая сестра, сразу в него влюбилась. Но получилось так, что Энрико, да, ой, господи, забыл. Его при рождении это назвали по-неаполитански Эрико. А он поменял его на более благозвучное, как вообще принятое Энрико, только вот в 1895 году. Это такой неаполитанский диалект, отличается от основного итальянского языка. Говорят, что больше, чем украинский, это узкого. Скажем, здесь свои нюансы. И вот он начал жить с этой адой Джакетти. В 1898 году родился первый сын. Его назвали Родольфом. В честь того, что впервые родители выступили вместе в Багеве-Кучине, где главные герои, тренер Родольфа, у нас называется Родольф, и Сопрано Мими. Вот второй сын, который у нас, этот был Родольфа, называли его Фофо. А второй, Энрико-младший, его называли Мими с двумя М, но имея в виду Мими, персонаж той же Багены. Были успешные в 1799 году гастроли в Санкт-Петербурге, а потом повторные были в 1900 году, тогда он успел еще и в Большом театре. И вот в 1908 году на него навалились несчастья. Вначале Амир Отец, тоже жив не Аполит. Потом произошла такая драма. Ну, на этом он находит объяснение, что когда он был на местролик в Лондоне, он пел с младшей сестрой Ирины, Ада тоже была там. И вот она за кулисами поймала своего Рико со своей сестрой с поличникой, говорится. Ну, так или иначе, в этом же 1908 году Ада, которая была в Италии, на вилле Белла Скварда, убегает с шофером. Красавец шофер был, ну, он тоже был женат, так что это... Ну, для Карузова это была огромная травма. Но неприятности этого года не заканчиваются. В ноябре он был в центральном парке, возле зоопарка. И стал жертвой провокации. Потом стало, вроде бы, известно, что это было все сделано. Ну, народ хотел качать с него деньги. Он был очень богатым человеком. В общем, разыграли такую сцену, что якобы он приставал к какой-то женщине. И полицейский это засек. В общем, это было шито белыми нитками, но это тоже забрало нервы. И мне кажется, что вот эти обстоятельства также привели к тому, что у него оказались узелки на связках. И в начале 1909 года он вынужден был прервать сезон в Мете и поехать в Италию, где в Милане ему сделали операцию на одной связке, через два было на другую. Так вот, эти авторы утверждают, что после даже первой операции его голос что-то потерял. потерял что-то, что не было никогда возвращено. Ну, я буду показать записи, я с этим не согласен. И мы с вами проследим, как он звучал еще в конце 1913 года. Мне кажется, что золотому голосу эти операции на связках не повредили. А потом, вот уже начиная с 1914 года и до конца, наступил третий период, как мне кажется, звучания его голоса. Стал более драматическим, но более круглым таким, но менее звонким. И часть вот этого очарования тембра действительно может быть ушла. Хотя он оставался по-прежнему непревзойденным по красоте голоса. и так далее. С этой падой проблемы продолжались. Она с шофером хотела выиграть старшего сына. В общем, это не удалось. Она пыталась с ним судиться, но, конечно, он был одним из могущественных людей, можно сказать даже в мире. И, конечно, она проиграла все суды. Более того, ее в Италии осудили. И чтобы избежать тюрьмы, она сбежала в Аргентину, где жила до конца своих дней. Надо сказать, что Короза продолжал помогать ей материально. И встречался в Буэнос-Айресе с ней последний раз в 1917 году. Интересно отметить, казалось бы, побочного источника была такая знаменитая сопрано, которую открыл Короза Роза Панцель, которая с сестрой, старшей сестрой, пела в кабарет. И вот он ее обнаружил в 1918 году. И позвал генерального менеджера Гати Казацца и послушал и стали готовить ее к дебюту в оперативе «Сила судьбы». За 9 месяцев приготовила партию и когда 15 ноября 1919 года состоялась премьера, она спела блестяще. И вот в своих мемуарах, в своих воспоминаниях она писала такое о Голосе Короза, что его записи на пластинку не передавали, он торопился, чтобы уложиться в размер пластинки, и вот его такие замирания не были отражены на граммофонной записи. И кроме того, вот они ехали в пилотеки, Мэд по окончании сезона своего делал выезды по Америке. И она ехала в одном купе с Корозой. Вот этот период, когда он был еще, можно сказать, с молодоженом с американской женой, писал письма вот такие, так она свидетельствует, что они сидели в купе, и весь вечер он говорил ей об Аде Джакете. То есть она, эта женщина оставалась главной в его судьбе, и конечно много переживаний получилось. Кроме того, действительно он был личностью противоречивой. Он был очень щедр в целом. Он помогал более сотни людей, родственников всех калибров, содержал их. Единственное, у него была кредра, чтобы его не просили. Я сам дам. Не просите меня. Так вот, этот младший сын попросил у папы купить велосипед. Эта просьба осталась не выполнена. А что касается промежутка вечной жизни, значит, он с 12-го года начал жить как с женой с младшей сестрой риной риной джакет. И для них, конечно, был для нее в первую очередь колоссальный удар, когда он вдруг без предупреждения женился на молодой американке на 20 лет моложе. Это молодая американка, сейчас мы ее покажем. вот она. Это лучшая, пожалуй, фотография ее. Я не знаю, но я между нами говоря, таких женщин называют тетя лошадь. Вообще, ну, ну, извините, не могу. Но оказалось, что она вроде воспитывалась в скромности. Отец был известный юрист американский. Так вот, от этого юриста она ухватила юридическую грамотность. Впервые в 21 августа 18 года они обвенчались в протестантской церкви. Через некоторое время она, на всякий случай, повторила этот номер в знаменитом католическом соборе в Нью-Йорке. так же она. Не важно. Но что это дало? Это дало то, что она отхватила большую часть наследства и оставила сыновей и брата Карузов. В общем-то им досталось очень мало. Но брат, правда, был тот еще. Ему досталась вилла, а он взял и проиграл ее в рулетку в Монте-Карло. Но что можно об этом сказать? То есть это было неожиданно и довольно жестоко на самом деле. Но речь идет о том, что как раз Булыгин в своей книге подчеркивает, что Карузов был не один амой личности, безусловно, но к тому же противоречивой личности на самом деле. Еще нельзя не сказать о его таланте делать карикатуры. Это было что-то особенное. С помощью младшего сына, он хранил архивы, а молодая вдова, надо сказать, через пару лет с молотка продала его костюмы, и что можно было, в общем, она избавилась от этого. Потом она буквально на следующий год вышла замуж за кого-то и родила сына, еще раз была в браке. В конце концов, ее вот эта книга послужила некоторой основой для фильма «Великий Ланца». Сейчас останавливаться не буду. Вот. Ну, получилось так, что... Сейчас я вернусь назад. Вот интересные две фотографии. Оказалось, что поющего Каруза на фотографии больше нет. Это единственный случай, когда он пел на ипподроме нашли в Сидбей в Нью-Йорке в присутствии ста тысяч человек. Микрофона не было тогда. Ну, и тут надо понимать, что он запечатлен в момент взятия верхней ноты. Но нас, я думаю, с вами ждет сегодня вот такой сюрприз. Он в восемнадцатом году снялся в двух немых фильмах. Ему за это тоже по сто тысяч долларов оплатили тогда. В пересчете на сейчас это несколько миллионов. И один из этих фильмов уцелил. «Мой кузен» называется. И там он изображен. в частности поет знаменитая ариоза камера. Ну, немой кадр. Так вот, один из умельцев наложил на эти немые кадры его запись 1907 какое-то представление каруза актери. Так что это будет хороший сюрприз. Что оказалось далее? Вот на этой фотографии он изображен после операции. Значит, у него в 1920 году осенью он стал чувствовать недомогание и какой-то к сожалению неважный доктор Филипп Горовец с красивой знаменитой фамилии сказал, что это межреберная невралгия. Дело оказалось запущено и я не могу точно назвать медицинские описания, говорили многие плеврит, оказывается нет, что центр вот это воспалительный центр был где-то под легкими у леви. И когда 11 декабря 1920 года он пел в любом напитке в Брухенской академии музыки, у него в горло пошла кровь, которую невозможно было остановить. В общем, на глазах потрясенной публики его убили со сцены. Тем не менее, после этого он собрался на свое последнее прощание со сцены 24 декабря вечером в Сочельник. он выступил в партии Элиазара в опере по-французски «Ля Жу» переводили, в царские времена называли «Жидовка», в советские времена называли «Дочь кардинала», но в последнее время созвали «Еврейка». Композитор Галлии, где он поет в частности знаменитой «Арахильты мне дана небесным проведением». Готовясь к этой партии, он тайком заходил в синагоги смотрел, изучал манеру пения Кантеров. И Этарор стал в общем-то вершиной его творчества как актер. Мы с вами послушаем сегодня эту запись, которая была сделана 14 сентября 1920 года, а последняя запись была через день 16 сентября. то есть это было практически прощание великого певца. Потом он почувствовал на следующий день страшную боль, свалился. Врачи наконец-то догадались, пробили кожу и оттуда вылилось больше двух килограмм гноя. Мы делали шесть операций. И вот на фотографии, которые было вот здесь, вот здесь, он после операции, вы видите, насколько постаревшим, осунувшимся, он выглядит. Надо сказать, тоже отметить такой момент, что у него была колоссальная библиотека, но книгу он не читал, он не читал газеты. еще вот такой момент, что с английским, ну, на себе это можно понять, что не все понимает эмигрант, что он слушал, когда ему говорили фразу по-английски, он повторял последнюю часть фразы. То есть, ну, такой был человек. Кстати говоря, вот я предыдущий слайд не показал сейчас. Вот этот. Он был еще и скульптором. Говорят так, что никто не мог слепить Шалякина лучше, чем Шалякин. И никто не мог слепить Гаруса лучше, чем Гаруса. Надо сказать, что их объединяла дружба, Гаруса. И когда Шалякину предоставили в середине 20-х годов артистическую упорную корузу, он там написал стихи. Такие, я сейчас их не воспроизведу, но в этом случае они были друзьями. Известна знаменитая картина польского художника Тадеуш Спикат, не могу сейчас назвать точно по памяти. Там изображена тройка лучших мужских голосов. Энрика Гаруса, баритон Тит Руфа и Пас Федор Шалякин. После этих операций, что получалось, удаляли гной, но источник продолжал существовать. И опять процесс возобновлялся. В конце концов, после шестой операции, он принял решение приехать на родину Виталии, что там он сможет поправиться. И 25 мая он на корабле, родилась дочь Глория 7 декабря 19 года. И они с женой и дочерью уехали в Неамполь. Там они жили в Соренто. И конечно, было огромным обучением. У него от этих операций остался свищ. И с этим свищем он плавал в море. И конечно последовала неизбежная расклада за это общее заражение крови. 2 августа 1921 года он умер в неапольской гостинице Визури, собираясь на очередную операцию в Рим. надо же такое, что он коренной неаполитанец. Он в Неаполе потом бывал относительно очень редко, потому что в 1901 году он уже довольно известным певцом спел пять спектаклей в театре санка. Публика приняла его хорошо, а критика нет. Дело в том, что тогда не было принято петь таким большим звуком. Кумиры неаполитанской публики были фенора Фернандо Довичи с значительно меньшим голосом, но который владел техникой пианисимум. Короза пианисимум петь не мог. И дело дошло до того, что он очень обиделся и сказал, что он в Неаполе больше петь не будет. Он свое слово сдержал. Но вот потом неаполитанцы долгое время даже не назвали улицу именем Короза. Покороны были очень пышными, конечно. Они состоялись 19 августа 21 года. Дело его было забальзамировано и несколько лет до 29-го года это было типа как в Монганзалеи хрустальных поверх, крышка крови. Его каждый год переодевали в другой костюм. благо костюмов осталось после смерти немало. Всего 80 костюмов у него было. А потом лицо как-то неудачно забальзамировали, что в общем это дело закрыли и получилось здесь посмертная маска, а вот здесь часовня, где покоится его тело. А это потом уже впоследствии в Неаполе поставили памятник своему бодающемуся земляку. Голос Короза в общем-то был уникален и уникален отнюдь не из-за верхних нот высоких как у других теноров. Это был по словам Хозе Карререса это был баритон с верхним домом. Плазида Доминго описывал этот голос баритональный красивый баритональный середина. Голос охватывал две с половиной октавры от соль большой октавы до первой октавы и удивительно была вот эта красота. А в Плазе до Доминго отметил, что начиная с па-диез до верхнего си голос звучал звонко, мощно, то есть звонкие, мощные верхние ноты и удивительно красивая середина, богатейший средний регистр голоса. Я думаю, что мы сейчас перейдем к второй части, то есть целая базня в Некорме, будем слушать его записи, но я должен здесь сказать, что было много попыток после его смерти, но когда появился микрофон, первые попытки были наложить на старые записи более современный оркестр. Качество было очень такое посредственное, неважное. Позднее, уже в конце века, фирма Нимус сделала вот такую вещь. Они создали шестиметровую трубу граммофонную. Эту трубу провели в комнату, где стояли уже современные микрофоны, чтобы ловить этот звук. И таким образом удалось добиться, улучшить звучание записи, потому что, вы это услышите по записи Ореса Канин, оркестр звучал как шарманка. То есть даже с партипиано более или менее ничего, то есть похоже было. Оркестр конечно поймать в эту гаммофонную трубу звук оркестра это получалось шарманкой. Вот в 1999 году в Вене была проделана удивительная работа результатами, которые мы сейчас воспользуемся. Каким-то образом удалось вычистить сам голос Коруза и Венский радиосимфонический оркестр на этот голос наложил современный аккомпанемент. То есть получилось конечно очень интересно, но надо сказать, что некоторые отзывы об этой работе были такие, что оркестр стал подавлять голос и отзывы были такие, что звучит примерно так, как он поет в ванной комнате. Оркестр ну все дирижеры всех дирижеров оркестра доминируют. Они стараются по каким-то причинам перекричать певца, что ли. Но во всяком случае это было уже что-то. Это была большая замечательная работа, которая позволяет слушать голос короза, записи, ну как бы в современном виде, хотя самим записям исходным более стоят. Можно себе представить такое дело. Вот поэтому сейчас я хочу начать показывать записи с небольшими комментариями, в общем-то которые свидетельствуют, ну они не достигают вершин. Я старался подобрать такие вещи, которых короза, по-моему, никто не приблизился. Сейчас. 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 Минутка. Итак, я хочу начать вот с записи из Фидо. Где она тут? Сейчас. Вот она. Аморти-вета. Любовь запрещен. Короткая, но очень эффектная ария Лориса и Панова из Тойопы. Мне сейчас нужно будет подрегулировать громкость. Сейчас. Аморти-вета. Аморти-вета. Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Это уже другое дело, там у него не было вот этих таких замираний замечательных, как в четвертом году. Это да. Но теперь я хочу вам показать вот этот отрывок из фильма, которому синхронно пытались поставить его запись «Арии смейся паяц» седьмого года, которая была самой популярной. Там она в оригинальном варианте с оркестром Шарманкой, так что это пусть вас не смущает, но интересно, как он на сцене себя вел. Это 18-й год, надо сказать, что даже потому, как он открывал рот, интересно, значит, фразу «смейся паяц», а потом «над разбитой любовью» в записи на одном дыхании. Большинство паяцов, вторую часть особенно, и обе разрывают пополам, берут по дороге дыхание. Давайте посмотрим этот отрывок. Поехали! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Так вот, для себя он оставлял Последний Именно эту запись И рассказывал, что Году в 19-м Хотел покупать пластинки На базар, на жительный рынок Субтитры создавал DimaTorzok И увидел эту пластинку Купил ее И оставил всю семью без обеда Он считал, что После нее Уже ничего Нельзя слушать Субтитры создавал DimaTorzok 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 ДимаTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры делал 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 DimaTorzok 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 пошла в дело. Ну, и никто, ну, записывал, Мария Дедмона, эту вещь, в частности, Джили записывал, но ничего подобного, как Короза, никто не смог. Менее чем через два года после этой записи он скончался. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» 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 Субтитры подогнал 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 «Симон» «Когда-то в итальянском городе Корузо распевало Дорочи А в 90-е союзе у нас писали о Корузо «Не всё в Сумерной Руси бывало спутав до Иси» Энрико Айт с судьбой не споря сначала пел в церковном хоре, затем, пишу страху в строфе, запел в тавернах и кафе. Корозо пел однажды летом, где был прекрасный регалетто, и был с тех пор всем миром признан, как тедр с яростной хоризмой. Энрико Айт с первым рождались дети, союз Энрико и Джекетти. Но было много разных бед, золотому голосу вовлет. И Эд все пел, почти не пил, велосипеда не купил. Парит над нашим Сашей муза, он дивный бас, сродни Корозо. И Сашиному пение «Влад» сегодня послучал доклад. Сегодня в славном зале нашим для нас воспел Корозо Сашин. Прославит славного ковца. Нет благодарности кольца. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо большое. Какие вопросы? Пожалуйста, Энгер. Вы ни разу не упомянули, и в этом заключается вопрос, пел ли он Лескар? Да, конечно. Я забыл, действительно. Конечно, он дебютировал. Кстати говоря, тоже он был простужен. Это было 28 декабря 1900 года. Первый спектакль «Богемия». Он пел не лучшим образом, но потом, конечно, он потом блистал в этом театре. И следует, чтобы отметить, вот об этом не написал Кулыгин, но это известный факт, что в 1901 году в Лескаре с успехом поставили оперу «Бойта Мефистофель» с Федором Шалябином за главной партией. А партия Фауста, Тинорова пел Энриха Корузова. Они познакомились тогда. Ну и после этого, конечно, я забыл так много информации, что, в общем-то, неудивительно, что я пропустил это дело. Еще, пожалуйста, вопрос. Пожалуйста, Анатолий. Саша, ты сказал, что он пел 100-тысячной аудитории без микрофона. То есть, как это может быть? Я бы сейчас ни одного певца нет, который без микрофона что-либо пел. Тогда не было микрофона, во-первых. А во-вторых, он развивал силу звука, ну, когда уже голос набрал силу, 130 дБ на расстояние метра. И голос был полетный, поэтому он мог при такой огромной аудитории быть слышен. Ну, для сравнения, данные такие. Диргелиус Морейко развивал максимальную силу звука 95 дБ на расстоянии метров. Это тоже прилично, как он говорил. Я лирический тенор. Могу ударить одну-две ноты? Парая. Я отбережу. То есть, ну, это был феномен. Да, пожалуйста, Майя. Микрофон, да? Я бы хотел спросить, какие партнерши в семье пели? Кто партнерши? 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 Да, женщины. Ну, из знаменитых. Из знаменитых пела австралийская колоратурная сопрано Нелли Мельба. Это знаменитая. Луиза Титрацини, прекрасная колоратурная сопрано. Сейчас, как я... Ну, мецо-сопрано, знаменитый Фриго Гемпель. Сейчас. Ну, Амелита Галикурча с ним много не пела, но квартет из Триколета и секстет из лечения Демербурзу писала с ним. Франчес Альда была такая новозеландка, которая была женой Джулия Гатти Казацца, пока он не ушел в молодое дни. Замечательный известный... То есть, он пел с лучшими певцами своего времени, певицами, конечно. Ну, вот я перечислил тех, которые блистали в Метрополитен. Да, конечно, Роза Панцель, которую он сам открыл, которую называли Каруза в юбке. Американка итальянского происхождения, которая родилась в Коннектику. Замечательная драматическая сопрано. Мария Калас ее очень ценила тоже. А кого я еще могу так назвать по памяти? Легче сказать, наверное, с кем он не пел. Ну, пел с красавицей Линой Кавалеей, которая больше известна была как всемирная красавица, чем как великолепная певица. А нельзя показать хотя бы кусочек проектов с женским? С женским? Нет. У меня здесь есть дуэт с Китаруфа из Отелла. Партии, которую он на сцене никогда не исполнил, не исполнил, к сожалению. А мечтал об этом. Ну, Китаруфа был. Собственно, два выдающихся, величайших баритона, которые трудно сказать, кто же лучший король баритона в Мате Абатистине или Титаруфа. Трудно сказать. Но вот это единственный дуэт, который сохранился. А так много есть записей с... А, конечно, Джеракин Фарар была такая звезда в Мэти, и очень много записей с ней есть. Она рождена неподалеку от Бостона, была в Мелироузе, известном нам в Биральке. Да, вот, Фарар была многолетняя партнерша в Мэти. Александр? Да, да, пожалуйста, Девальчик. Саша, в тобой не хватит. Я видела только один кинофильм, который назывался «Каруза». Я хочу вас спросить, много ли кинофильмов сделано о Карузе? И второй вопрос, я просто не запомнила. В каком году он родился? Он родился 25 февраля 1873 года, на 12 дней позже Фёдора Ивановича Шалякина. Вообще-то, 1873 годы он называет «Анус Мирабикс», «Чудо». Потому что родилось столько выдающихся певцов и певиц в этот год, что даже издан комплект из двух седей, в которых показаны записи всех этих одноголок великолепных. Насчёт фильма, ну, я рассмелюсь предположить, что вы смотрели фильм «Великий Каруза» с Марио Лансом. Да, да. Наверное, да. Потому что, ну, был ещё, в том же году выпустили «Виталий» как бы в ответ на этот фильм, фильм, который назывался у нас «Молодой Каруза», где голос записан Марио Бельмонак, она играет такой актёр. Там, ну, совершенно мифический, митический сюжет, потому что, ну, там задействована Джина Блада Бриджитта, как муза молодого Каруза. Но дело в том, что в молодости, как я уже говорил, его голос не блистал, не выделялся настолько. Вот два фильма, собственно говоря, одного тысячи пятьсот пятьдесят первого года. Кстати говоря, раз я вспомнил Марио Дельмонак, он был двоюродным племянником сестёр Джакетти. То есть, косвенным родственником, скажем так, Каруза, ну, как можно назвать, этот приёмный двоюродный племянник, что-то. Саша, а какое он имел музыкальное образование? И кто у него были педагоги? И кого он, так сказать, за кем он шествовал из теноров? Итальянских. И второй вопрос. Он предпочитал в основном итальянскую музыку, итальянские оперы, а других, он, ну, скажем, там, немецкие, скажем, французские, ну, скажем, тоже как, даже Кармен, скажем. Нет, конечно, Кармен, он пел Кармен. Сейчас я потерял первую вопрос. Педагог один был Гульер Мо Бекке, один педагог, практически, значит, образованием, там, годик учился, ну, то, что у нас называется церковная приходская школа, то есть, образованием практически, ну, не было. То есть, это был самородок, который каким-то образом умудрялся, ну, пел он исключительно точно и следовал композитам. Надо отметить, что, ну, для показа голоса он в свои записи частенько вставлял дополнительные верхние ноты, чтобы произвести эффект. А на самом деле, это он очень точно придерживался композиторской линии. Конечно, он пел, значит, в Вагнерах, в немецких операх он не пел абсолютно, во французских, безусловно, в Кармен, это одна из его лучших партий. Вот, 6 ноября 1999 года он записал эту арию на итальянском и на французском языке. Это был первый опыт в пении на французском языке. Ну, и вот Ария Элиазара из оперы Галебе, еврейка, конечно, на французском языке. Пел он, записывал испанские песни. Вообще-то он мог изъясняться на 8 языках. Ну, изъясняться – это такое дело. Например, он подписывался в Петербурге, Энрико Корозо русскими буквами, шрифтовыми на фотографии. Но я думаю, что, ну, кроме итальянского, в французском он неплохо владел, испанским мы не знаем. Английский у него был, ну, как пишут, такой же уникальный английский, как и уникальный сам Корозо. Произношение было, конечно, не самое блестящее, но вот удивительный этот гениальный талант человека, по сути дела, малообразованного, который достиг таких высот в искусстве. Ну, и потом я хочу отметить его чувство юмора. Значит, он, будучи в Лондоне, выступал в салонах для знати под аккомпанемент знаменитого композитора Франческо Паула Тости. Он пел итальянские песни, и Тости тоже из-под Мерполя, и вставлял нецензурные неаполитанские выражения. Ну, и потом, такой еще эпизод, если уже о юморе посмотреть, ну, бывало, с ним он срывал верхние ноги. И вот один раз это случилось. Что он сделал? Он нагнулся и пошкопал себя по попу. Публика его простила. Еще вопросы, пожалуйста. А он нотную игру вообще знал? Ну, конечно, это да. Вы, Александр Евгеньевич, вы сказали, что его обучал пению церковный священник. Но я не думаю, что это был главный его учитель. Нет, я... Кто был его учитель? Нет, я сказал, что единственным основным педагогом считается Гульерме Верчин. Вот, который его считал второстепенным певцом и называл Тенар Петерок. Я хочу сказать огромное, не знаю, не объемное просто спасибо за такой доклад-концент. Большое, огромное спасибо. И я прошу прощения у меня. Вот. Спасибо. Будьте здоровы. Спасибо. Еще много таких. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. То есть, у кого еще вопросы есть? Русский? Чайковского. Ария Ленского. Куда-куда вы удалились на французском языке? Ну, это... Как говорил Сергей Николаевич Голевецкий, вот этот коэкционер говорит, «У него Ленский не 18-летний, а 35-летний». Ну, паритональное вот это звучание Ленского. Пел роман с Чайковского «Отчего?», «Пимпинелло» – флорентийскую песню, и даже «Серенаду донжуана» на французском. Ну, вообще, традиции почему-то, русские произведения на Западе исполнялись почему-то традиционно на французском языке. Пожалуйста. Вот, там вопрос. Вот, как определяется, вот тоже упомянули вот это баритональное, то есть он тендер, да? А как вообще есть какой-то диапазон «но», который берет певец? Кто баритон, кто? Потому что у него низкие очень есть, от низких до высоких. То есть есть какая-то определенная нота какая-то, продавца. Ну, есть традиционные рамки для различных колоссов, диапазонов. Есть исключения. Вот он был исключением по части нижнего регистра, потому что он звучал, его нижний регистр звучал более насыщенно, чем у некоторых баритонов. В этом одно из чудес его голоса. А вообще есть, конечно, но можно посудить по тем нотам, которые композиторы писали для соответствующих голосов. Но есть удивительные исключения. Например, я нашел на интернете запись. Южнокорейский баритон поет с блеском в теноровой тональности Айюкалатман и Сундорман и Сундорман. Причем берет этот СИБК, так что никаких вопросов. То есть были вот такие исключения голоса с расширенным диапазоном, расширенным верхним регистром. Ну, можно назвать... Их считали бас-баритонами, но не пели как драматические баритоны. Это Роберт Мерилл, американец, и итальянец Этори Бастианини. То есть у них сохранилась вот эта баса, середина насыщенной, такое звучание. Наверное, при этом у них были верхние ноты раздвинуты. Или как Карл Берготси, который начинал петь баритоном, а потом перешел в тенорад. То есть... Вот. Майя заметила сразу, что это баритон. У него верх был... Причем сам он это сделал. И когда он пел в Большом театре, этот баролег не то, он отворачивался от публики. Чтобы не видно было химии, как он это делал. Ну, что поделать, Майя? Ну, есть Титаруфа сейчас у меня. Я сейчас прошу. Если есть, да, Титаруфа, хоть кусочек дуэта с кем-нибудь, с каким-то голосом, как он умел сливаться со своим голосом, слышать где-то третий голос, который он говорит? Ну, я могу поставить вот это знамение три дуэта с Титаруфа. Ну, давай. Но, как говорил Артур от Тосканини, что они старались перекричать друг другу. Нет, ну, это два выдающихся, мощнейших голоса. К сожалению, второй они записали в этом 14-м году, это было 8 января, они записали еще дуэт из Джаконды, но запретили. Запретили. Не могу не упомянуть с этим дуэтом историю Титаруфа и Джили его записали в 1926-м году, а разрешили публикации через 20 лет. Подумали, решили, что все-таки пусть будет. Сейчас я поставлю дуэт от Элла и Яга. А кто же против? Тогда сами они считали, что неудачно. Они это неудачно. Хотя интересно заметить, что одна из совсем ранних записей, Карауза Ария Каврадоси из Тоски, там была спета не в той тоналисти, на ранних записях он вступал раньше времени. А! А потом на это начало. Но сохранялись. Это 1902-го первые записи. А здесь сейчас я... Сейчас, секунду. Вот тут они на картинке изображены. Это фрагмент картины. Шаляпина отрезали. Это фрагмент картины. Шаляпина отрезали. Шаляпина отрезали. Шаляпина отрезали. Шаляпина отрезали. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Он звучит не менее густо, чем величайший баритон, по силе голоса, львиный голос, мощнейший гитарофа. Но вот остался на память двух таких выдающихся пельцов, вот этот поэт. Ну, в старой записи, не реставрированной. Еще вопрос? Да, конечно. У меня такой вопрос. Вот современное эстрадное искусство, музыка и вот это классическое. Получается такое впечатление, что классическая оперная музыка уже отодвинута на второй план, а вот эти звучат, например, знаменитый Лепс, который первый по рейтингам в своих выступлениях. Вот как примирить вот эти два течения? Я к своему стыду даже не слышал ни одной записи Лепса, и по-моему, я об этом сильно не жалею. Насчет примирения, вот как раз Мария Ланца был удачным примирением. Ну, это, конечно, не была та эстрада, которая сейчас. Но он пел эстрадные песни, и вот этот младший сын Каруза ему сделал комплимент, что даже мой отец не мог нырять в такой популярный репертуар. То есть у него Каруза были записи неаполитанских песен, испанских песен, из легкого репертуара или песня, которая стала знаменитой у Варте композитора Коханна. А в семнадцатом году написано «Джон Берри ружье». Первый, один комплект на английском, потом перешел на французский. Вот, то есть были записи на английском языке у него. Ну, по тем временам это считалось популярной легкой музыкой. Но, конечно, ныне, как сейчас, как сейчас, нет, нет. Ну, я не знаю. Что? В Ростовской смысле. Ну, он пел на русском языке программы романсов, песен военных лет. Да, конечно, можно сказать, что это было. Потом он пел цикл песен Игоря Крутого, причем там не на русском языке, многие из них были песни Крутого. Конечно, ну, как-то соответствовать времени своему. Но тогда не было, не было такой эстрады, как сейчас, которая, в общем, ну, не знаю. У нас, кстати говоря, в следующем сезоне будет цикл докладов такой, в общем, различные, ну, мнение о различной музыке, такой вот. Борис Мирин наметил такой цикл, там будут обсуждаться вот эти вот вопросы. Какая музыка, чего стоит и так далее. Примирения не будет. Пожалуйста, еще вопросы. Да, пожалуйста. Я что-то резко задаю вопросы, но сегодня отважился. Во-первых, ну, я не знаю, в зависимости категории вопросов нет слов благодарности, потому что есть такие слова Пушкина – чистейший прелесть и чистейший образец. Очевидно, вот это относится к тому человеку, которого вы сегодня представляете. Так что огромное спасибо вам принесли. И если без микрофона, не имея микрофона, вот так можно исполнять произведения великого искусства, то нет слов благодарности. И я хотел бы такой вопрос задать. Поскольку я заканчивал театральный институт в Москве, у нас был такой предмет «История русского театра». И многие, так сказать, педагоги акцентировали на том, что выдающиеся русские актеры выросли в эпоху Федора Ивановича Шаляпина. Так вот, я хотел понять вот это сопоставление имени человека, которого вы представляете сегодня, и Федора Ивановича Шаляпина. Я не очень разбираюсь в темпах голосов. Это, очевидно, другая категория. Но как это можно друг с другом сопоставить? Как это? Бас? Бас? По-моему, нет сомнений, что Каруза был лучший тенор, а Шаляпин был лучший бас. Это, во-первых. Во-вторых, они подружились, несколько раз выступали вместе даже. И Шаляпин относится, ну, это называется певец-актер. Есть такое понятие, что он был великолепным актером. Ну, еще, скажем, певцом-актером называли Тита Гоби, Пласида Доминго. Певец-актер, когда он не только отлично поет, но, скажем, прилично играет как актер. И выглядит соответствующим образом. Ну, скажем, поворотен певец, но актер. Никакой. Ну, я вспоминаю запись спектакля «Метрополитен» 2 марта 1981 года. Он в любовном напитке, он тогда еще не совсем толстый, он там даже в одном месте припрыгивает так. Ну, и, конечно, игра его лицом в повороте была изумительная. Показывает крупным планом это лицо, эти выразительные глаза. То есть, ну, вот так. А вообще таких певцов называли «поющая тумба». Ну, стоит на сцене, скажем, условно. Или «Мансеррат Кабарье». Бочка стоит и поет прекрасным голосом. Ну, как говорил Россинин, певцу в обере нужны три вещи. Голос, голос, еще раз голос. Еще, пожалуйста, какие вопросы. Не стесняйтесь. Кто хочет выступить, может по слову сказать. Пожалуйста. Удивительно, почему нет желающих выступить. Уважаемые коллеги, у нас сегодня торжественный день, потому что закончился так называемый сезон или часть плана, мы можем сказать, что очень и очень успешно наш план завершен без всяких срывов там, без всяких сложностей. И закончился он на сладкое великолепным докладом Александра Ильича по поводу великого, действительно великого певца. Вот я как-то иногда думаю, что цивилизация человеческая может быть уподоблена такой большой реке, как ее называли, река времени, которая не имеет истока, а расширяется все время, не имеет тоже стока. И вот в этой реке примерно на одном уровне присутствуют миллионы, миллиарды, уже сейчас 9 миллиардов человек. И вот среди них вдруг вспыхивают такие звезды. Это и среди ученых есть. Очень редкое, конечно, это событие. Но вот здесь мы услышали о действительно великом певце. И несмотря на длительный период, прошедший во время его деятельности, все-таки до нас дошла музыка, дошла прелесть его голоса. Поэтому доклад я бы оценил не просто как искусствический, а именно такой вот исследовательский, где докладчик проследил на биографическом уровне развитие его таланта певца. Ну и вот невольно хочется сделать такой печальный вывод, что слава и достижение людей, будь то ученые, писатель, поэты, певцы, обратно пропорционально возрасту. Ведь Каруза умер совсем молодым по нашим понятиям. 40 лет. Да. Ну это просто даже произносить страшно. Такой великий человек, такой талант и умирает в расцвете сил. Что такое вот этот возраст. И это можно морять примерно. Ну не знаю, закономерность этой человеческой популяции или нет, но я думаю нам хорошо, что мы прожили и проживаем такую долгую жизнь, и что вот сейчас мы можем наслаждаться вот такими докладами, такой музыкой. Спасибо докладчику, спасибо за прекрасный доклад. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Игорь, пожалуйста. Счастливо. Хорошего лета. Ну я хочу тоже очень кратко поблагодарить докладчика. Конечно, я в восторге, так как и вы. Я его хочу поблагодарить не только как за доклад, но и за всю работу, которую он проделывает, и благодаря ему мы здесь присутствуем, и благодаря ему мы делаем и не только по научной части, а мы должны еще вспомнить, что он делал музыкальные вставки каждый раз, и мы с удовольствием приходили и слушали. Вы знаете, у меня как-то были пластинки, которые попали случайно ко мне там. Я не знаю даже какие. Так в первую очередь я принес к Саше, вы его называете Александр Ильич, для меня он Саша. Я был в Украине, там тоже все на... Это очень... Все только по имени и отчеству. В Америке только по первому имени. Так что для меня он Саша. И для меня он самый высший авторитет в музыке. Когда мне что-то непонятно, я всегда спрашиваю Сашу. И большое, большое ему спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо. Ещё кто? Нет, хорошо. Я не смею задерживать, наверное, перебрал немножко во времени. Извините. Ну что, ещё раз желаю отлично отдохнуть. И до новых встреч. В следующем... Как его назвать? Вечебный год, эпидемический год. В следующем сезоне. В следующем сезоне. Всех благ, всего самого доброго.